Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают это немного это спонтанно вещь про бабушка да что вы на света по женской линии передается а кто была ведунья или кто целительница получается 2 несмотря на дар предвидения это два раза мимо и вы женились рано я так понимаю да сколько вам было 22 я же 21 22 уже ребенок родился а вам было 15 16 но вы уже такая были заловка злая головка не местка колотовка сводня ябедница понятно понравилась вам девушка то которая пришла в ваш дом я ее знала знали я конечно ну и что вы про нее такого знали не то что знала ну просто они не подходили друг другу это было видно самого начала это же ее видение процесса правильно откуда она знает что ему нужно она честно скажу когда она узнала кто андрюша да у нас 20 лет назад фамилия волка в городе она играл не по ним ну немалое значение скажем так зажидочные до хорошая семья состоятельная да и когда узнали что волков естественно сразу теща сказал берем надо да 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 с фамилии волков был телком что ли которого так вот взяли за веревочку и к себе притянули ну он просто очень порядочный понимаете ой 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 ну а когда забеременела девушка что делать посылать ее на аборт а не та когда вот этот вот телок так ней а телок вы думаете слушал когда ему говорили а кто говорил ты что говорить Я. Не стоит встречаться. А почему? Ну, я видела, что не будут они жить вместе. Да не то, что ему нужно. Что в ней было не то, вот конкретно? Вот что не нравилось? Все. Она, наверное, сидит и кает сейчас. Причем обсуждает не он свою жену, а обсуждает его сестра. То есть, почему она такая сякая. Больше переживает. Они, когда встречались, это одно, понимаете, поженились, она была беременная, да? И вот эта притирка характера, ее не было. Потому что беременная женщина, ее нельзя нервировать, да? Мы все ходили, вот, честно вам скажу, вот так. А она что, выламывала руки вам? Не то, что выламывала, но ихней притирки характера не было. Притирка началась, когда родился ребенок. То есть, понимаете, вам все позволено, вы думаете, что это будет так и дальше? Нет, Олечка, пока для меня все размыто. Вот один случай, например, вот просто вот конкретно. Вот вы живете вместе. Сначала женщину, понимаете, да, но вы в том возрасте не понимали, какой идет гормональный перестрой в женском организме, что она сама себе не рада в этот момент. О, Генри, перечитайте. У нее были проблемы, у нее был токсикоз, у нее была нервозность. Вот. Это никто не трогал. Она себе сама не рада. А потом роды, тяжеленный процесс. А потом послеродовая депрессия или послеродовое восстановление. Вы замужем? Нет. Детки есть? Нет. Вот я вам хочу сказать, я надеюсь, что у вас все впереди, и вы себе представить не можете. В это время нужно, даже если женщина враг, к ней относиться со стороной. А к ней и относились по-человечески. А она не отвечала, черные неблагодарности. Хорошо, элементарная ситуация, да. Они жили у нас. Время приходит к родам. Она говорит, я поеду рожать и жить у своей мамы. Мы будем жить там. То есть нас отстранили сразу, понимаете. Вот когда она родила, к нам не приходили в гости. То есть мы были вот где-то вот там, в той стороне. Мне не нравится, что его сестра указывает ему, как жить. И говорит за него все она. Леля, я буду говорить с тебя. Мы с ней поругаемся. Будет интересная передача. И когда позволено было ребенка увидеть? Ну, я уже не помню всех дат. То есть как бы, ну, да, долго не было. Ну, долго сколько? Скажем так, возникла нелюбовь между ними просто, и все. Послушайте, есть ли маленькая подростковая девочка с колючками... Это подростковая девочка с колючками. Не, объясню ситуацию. Нет, встречает беременную вашу жену, взрослую девушку. Объясню, объясню ситуацию. Дело было все намного... Врезает в каждую дырку. Было все намного проще. Я сказал так матери ей. Я сказал, вы все вопросы, да, какие к ней возникают, чтобы не было трения между ними. Я сказал так, все вопросы решаю я. Я мужчина, да, я мужчина, я мужчина. Решали? Не цыкнули, чтобы она в детскую ушла и думала о гигаре или там об экзаменах? Можно было и цыкнуть иногда. Ну, поблажки тоже ей были большие. Потому что она единственная, да, как бы, девочка и, как бы, ну, тоже все было проще. Дочка. Сестра ваша, да? Конечно, да. Ее вообще не трогала. Сестра испортила все впечатления о нем. Жене я сказал так, дорогая, если есть вопросы к матери, да, то есть к сестре, какое-то недовольство, скажи мне, я решу эти вопросы. То есть я вызвал огонь на себя со всех сторон. Да, сколько прожили вместе? Чтобы у меня было трения. Сколько прожили? Чуть меньше трех лет. Оль, ну, за давностью. Вот вы могли же, например, накрутить брата, что она неряха, что она не убирается там в своей комнате, что могли. Прийти ему и сказать. Ну, вот. Зачем сказать? Можно показать. А зачем? Какое ваше вот было дело? Никогда не хотелось ремня взять и вот младшей сестре по первому числу сказать, занимайся своими делами, уроки учить. Ну, иногда трения возникали всегда, да, то есть, как бы, если они есть, тот вопрос такой существует, я мог ей сказать, конечно. И резко мог сказать, ответить. А вторую жену как вы отвадили? Я? Угу. Я вообще никакого отношения к ним не имела. У нас непрекрасные отношения остались до сих пор. Мы общаемся, мы созваниваемся. Ясно. А со второй сколько прожили? Пять с лишним лет. Как считаете, почему жена не дает с ребенком видеться? Ну, вопрос, конечно, интересный. Не знаю почему. Первое время пытался общаться, потом перестала, жена перестала просто давать ребенка и, ну, как бы, ответ на реакцию. Это яблоко можно не дать откусить, вот сказать, не дам, а как живого человека? А потом я просто уехал и все, и перестал общаться. А сейчас 20 лет нет, никакой связи? Нет, нет. Ну, мужикам вообще, типа, если ему ребенка не дают, они редко кто будет прям орваться и кидаться там, я не знаю, там, на амбразуру лезть общаться. Вы очень хорошо выглядите, судя по всему, без вредных привычек, да? Ну, есть какие-то, почему нет? Ну, не пьете, не курите? Нет, не пью, не курю. Ну, вот я говорю, без вредных привычек, из хорошей семьи, вы просто можете сказать красавец. Вот я хочу разобраться, почему один, почему женщина от вас убегает? Как думаете? Ну, это уже дело женщины, не мое. Так может быть, сестра со своим даром ясновидения ответит на этот вопрос? Почему женщина уходит? Нет, ну, потому что женщина ему нужна по характеру мягкая, которая будет ему уступать, понимаете? Я не знаю, Тань, про мягкую и погладистую? Конечно, не предлагаю. Чего ты про себя думаешь? Нет. Если женщина будет ему идти наперекор, соответственно, у них будут скандалы. У кого-то одной сестры, которой приходится вокруг которой круги нарезать. А что делать? Приходится петь, Лариса. Олечка, скажите, они пробовали свою личную жизнь как-то наладить? А кто вам сказал, что у меня нет личной жизни? У меня есть личная жизнь. Ну, я не замужем, но у меня есть мужчина. Да? Ну, так замуж надо, деток побыстрее. Да что, правда, она с братом-то занималась бы своей семьей, уже давно бы, как бы, непонятно. Ну, не складывается. Как вашего молодого человека зовут? Армен. Армен, умоляю, забрюхайте, побыстрее заберите, обручайте, Армен, любимая, пожалуйста, мы даже вам первым каналом поможем занять. Дети, год-другой, завербуйтесь. Ну, прям, Армен. Поможете уехать в Армению? Да, пожалуйста, куда-нибудь. Вот с ней. Вот ее бы, да в русло. Я в Армению не поеду. О, Армен, приходите к нам на программу. Мы вам и Олечку, и Ниночку. Это наш вариант. Дайте аплодиться и размножаться, ну, конечно. А может, не доизатор? Просто Абрамов не предлагает. Конечно, не предлагает. Ну, кто возьмет такую стерву, как я замуж? Приходите к нам. Да никакая вы не стерва. Вы обычная хрестоматийная заловка. Так же, как есть хрестоматийные свекрови. За редким исключением есть нормальные женщины. Вы зря так думаете, что я прям вмешиваюсь в отношениях с женщинами? Конечно, вы просто настолько пришиты к своему брату. Дайте ему жить, дышать и самостоятельно принимать решения. Так он их и принимает самостоятельно. Ну, конечно, он их примет самостоятельно. А вы тут раз и говорите, не гоже. Нет, не нравится все. Неправда. У них отношения сами с собой заканчиваются. Я не вмешиваюсь. А что не так? А, кстати, вот вы недвижимостью занимаетесь. А сами эти недвижимость эту создали. Квартир-то у нас есть. Ну, все в проекте, все в планах. А вы москвичи? Старопольский край. Ой, круто у вас там. Но вы там живете? Нет, живем в Москве. Недвижимость есть там. Ну, я 10 лет, 12. А вы? 7. Как-то я не понимаю, как это риэлтор и без квартиры? Ну, так бывает. Послушай, у него фирма своя. Сокольный без сапог. Если нет... Это насторожает. Ну, иногда директор Монгл. Мужчина должен быть в квартире. Вы мне скажите, вы хотите заниматься игорным бизнесом, но у нас это сейчас уголовно-наказуемое дело. А почему в России? Не обязательно в России же заниматься игорным бизнесом. Так вот, значит, вы уехать хотите? У меня это просто большие перспективы, как в странах третьего мира, да, то есть, как бы, сейчас проекты, ну, реально большие. А что только нас там не хватало? Слушай, 42 года, квартир в Москве нет, какие-то грандиозные планы. А зачем она нужна, недвижимость в России, вы мне объясните. Категорический ответ такой, зачем недвижимость в Москве, но это немного странно. А что, знаешь, такую, может, заморскую искать будем? Ну, уже готовы. Или, знаешь, у которой без рода, без племени, которые по барабану подержать. Ну, хорошо, я смотрю, у вас какая-то атрибутика там, да, специалитет. Церковные дела, да? Да. Да. То есть, вы будете проверять сегодня невесту. Ну, давайте, а вот если без этой атрибутики, какую бы хотелось вам невестку? Ну, мне хотелось бы, да, чтобы была женщина более мягкая по характеру, более уступчивая. А вот я такая? Так вот, если более мягкая, то сядет ей на голову и... А я не позволю сесть на голову, зря вы так думаете. А вы при чем здесь? Я не позволю сесть. Вы как свекруха. А вы-то при чем? Я из-за опекания. Два в одном. Опекунша. Усыновила его. И до старости теперь. Я бы, знаете, какую бы вам на жену бы рекомендовала горластую, рукастую, такую конкретную, взрослую? Чтобы она объяснила политику партии вашей семьи всем ближлежащим родственникам в этом отношении. А я бы еще инструкцию бы ей дала, а если что бы и сама бы приехала бы. Вот такую вот, которая вот так встанет, вот как Роза, и ее голосом, как она говорит, еще что не хватало, ай! Только так. Пересмотрите фильм Мистер Икс, там вот один из эпизодов. Вы хотите, чтобы я тарелки по голове потом разбила? Нет, это наоборот, это чтобы она... Ну не били, а пол. А, я могу и об голову разбить. Со мной такие номера не прокатят. Вот, видите? И что? Какая нужна? Ничего. Да? Ну и вот и шла бы ты вдоль. И шла бы ты вдоль. Отдыхать к Армену. Да. А у нас тут свое, вообще-то. Слушай, это вообще... О, смотри. О, ты видишь, какая? Уж не дам, я бы обид с девчонкам-то. Ну, я хотела сказать, что, конечно, не нужно доходить до таких крайностей, как Лариса с Розой предлагали. Один раз. Но после реакции Ольги я понимаю, что дело действительно серьезное, дело запущенное. У вас прогрессивная Венера в следующем году выходит в знак близнецов. И, в общем, это всегда для мужчины важное событие, потому что оно меняет целиком и полностью его представление о себе. Вы станете меньше зависеть от сестры, но, к сожалению, и жениться вы от этого больше не захотите. Я не думаю, что все дело в Ольге, честно скажу. Она, конечно, внесла свою лепту посильную в ваше представление. На самом деле, ваша семья и наша семья всегда с нами. И вот голос сестры, независимо от того, звучит он рядом или в телефонной трубке, он иногда у человека в голове просто. Вот вам от этого бы всего избавиться и было бы очень здорово. В 42 года, думаю, что есть... Да, думаю, есть шансы. Вы увидите себя по телевизору в этой программе. Вы себе не понравитесь. Я вас предупреждаю. Может быть, вам сделают такую же притчу, как у меня? Нет, и не все ему себе понравится. Ему захочется что-то во внешности поменять. Может быть, это будет таким первым шагом. И совершенно другой мужичок-то будет. Заиграет. Но забдов надо посетить. Вам нужна женщина, которую я бы описала словами «храбрая мать». Она внешне действительно должна быть разбитная и напористая. Но внутри она должна быть заботливой. Оль, ну а вам придется как-то все-таки смириться с ее задорностью. Ну, другого пути я не вижу. После рекламы невеста попытается проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Андрей. Встречайте первую невесту. Ты скажешь, это жизнь одно мгновение. Ее цени, вне черпы вдохновения. Как проведешь ее, так и пройдет. Не забывай, оно твое творение. Как-то скромнее, да, так, совсем, да? Меня не вдохновило. Она волнуется. Здравствуйте, Лилечка. С кем вы? Это мой друг Дмитрий. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Лилия, 32 года. Коммерческий директор производственной компании. Увлекается эзотерикой и много времени проводит с ребенком. Мечтает, чтобы будущий муж подружился с ее дочкой. Муж оставил Лилию одну с маленьким ребенком и большими долгами, а сам ушел к любовнице. Надеется, что Андрей не способен на предательство. А как так получилось, что вы остались практически на улице с маленьким ребенком? Ну, мы с мужем взяли кредит. Еще с большими долгами, да? Да. У нас была квартира в ипотеку. К сожалению, наступил кризис, мы за нее очень долго не платили. Все эти трудности не перенес муж. Ушел, и я осталась с ребенком практически на улице, можно сказать. Потому что мы какое-то время еще проживали в этой квартире. Мы понимали, что в любой момент к нам постучатся в дверь, и все равно нужно будет ее освободить. Вообще, конечно, не просто же так родилась поговорка, по одежке протягиваем ножки. Сегодня очень многие люди берут в кредит безумные какие-то суммы. На что надеются? Нет непостоянной работы, нет постоянного дохода. Я столько знаю случаев у моих близких, просто практически родственники, которые на улице, делали какие-то ремонты с мрамором совсем. Откуда отдавать? Забирать квартиры? У нас ситуация была другая в том плане, что это было до кризиса, вот в канун буквально, да, там 2008 год начало. И в тот момент все было замечательно. То есть потом он потерял работу, новую он не нашел, решил, что будет зарабатывать самостоятельно, сам на себя работать. Ну, не справился. И, конечно же, это все продолжалось. Жили вы не очень хорошо с самого начала, да? Он даже вас избил беременно? Ну, да, там такая ситуация. А вы ему простили? Куда деваться? Любовь. Во мне ребенок его. Я же не могла просто кстати уйти на улицу, опять же страшно остаться дома. А избил за что? А избила ситуация была такая, что ночью он сидел, ну, где-то полвторого, может, не помню, поздно, после полуночи за компьютером. В маленькой квартирке? Да. И я, естественно, хотела спать, а компьютер он дает определенный фон, то есть у нас не ноутбук был. И я просила выключить компьютер, просила, просила убедительно. Не смогла убедить, встала, выключила. Слава Богу, что не убил. Потому что подростки, у которых выдергиваешь эти жены, просто убивают своих родителей. Когда мужчина поднимает руку на женщину, это все. Да еще из-за какого-то компьютера. И вы, бедная девочка, на седьмом месте беременна, еще как... Беременность, и как еще у вас... Ну, там... Там еще беременность была поменьше срока. Ну, шесть месяцев. Ой, намного я ошиблась. И вы ему простили. Ну, а куда же я подлезу? Куда же мне деваться тоже с ребенком? Вы молил прощение? Конечно, конечно. Вымаливал прощение, просил. Естественно, очень сильно и ребенка хотел. И когда такие ситуации вроде случаются, уже не каждый день, да? Это не человек, который там пил и бил каждый день. Естественно, прощаешь. Ну, дождь. Но насмерть. Хорошо, что не насмерть. И сколько после того, как вы родили, прожили? Мы два года еще прожили. После рождения ребенка. Ксюша было два года. А он понимал, что кредит нужно выплачивать, что это как снежный ком? Не знаю. Кредит был на него или на вас? Тут, опять же, сложная ситуация в том плане, что кредит был на него, но я была сузаемщиком. И я не могла повлиять на ситуацию, потому что, с одной стороны, я сидела с ребенком дома. А с другой стороны, сейчас... Естественно, как узнали, что у него на стороне появилась группа? Я даже не догадалась, потому что у меня нет привычки рыть, искать. Я об этом уже догадалась после развода, потому что он очень быстро пристроился. Ну, то есть, если некуда уходить, сразу ты не найдешь с порога же никого. А вы мусульманка? Да. А кто вы по национальности? Я татарка. А у вас есть родня? Потому что я-то выросла в Оренбурге среди татар. А у меня родственники очень далеко в Красноярском Друг друга держат, и как-то друг другу помогают и тащат. Они очень далеко, в Красноярском крае, естественно, поддержать они не между. Была возможность к ним поехать как-то? Нет, конечно. Ну, как же. Опять же, да, срываться. То есть, если я поеду туда. А какое-то время я жила в ипотечной квартире. Пошла работать в детский сад. Ну, во-первых, ребенка пристроила и сама, естественно, работала в детском саду. Вот. Ну, и понимала, что... За еду, можно сказать, отъедалась. Практически, да, потому что заработная плата была очень мизерная, то есть, ну, смешная. Только что не голодали. Да. И потом я отработала какое-то время, уволилась, уже нашла нормальную работу, получила первую зарплату. Сейчас сколько ребенку? 6 будет декабря. Девушка, конечно, попала. Как вам, Оль? Леечка. А нужно я сейчас кое-что сделаю? Даже нужно. А, Оля, а это не сработает. Я даже без вашего шаманства скажу. Вы ж, Вера, другой. Даша, у вас осталось... Ничего страшного? Не открою, а? Только не подожгите меня. Нет. Не переживайте. А вы как вот так вот? Я бы обидела. А как у вас... Сколько ребенка лет было? Почему? Два года. Два года. Нет, смотрите, у вас квартиру отобрали, просто я не могу понять, маленького ребенка они могли на улицу выселить поведение. Могли. И если бы закон этому не позволяли, банки бы не давали кредиты. Это все. Что она хотела увидеть? Вообще, я люблю, когда меня спрашивают, да? Если что-то в отношении меня совершается, то нужно спросить. Лилечка, а вас не пугает вот такая сестра активная? Не пугает, что часто будет в гости к вам приходить? Пугает. И что он будет зависеть от мнения своей сестры? Косвенно, даже если раз в год придется нож вбить в косяк дверей, чтобы лишние люди не заходили. И примет такая есть, да? Конкурент она нам? Сложно сказать, потому что на вкус, на цвет товарища нет. Что там, трещит? Свечка? Нет, ну трещит. Не трещит. Ну, неплохая девочка. А неплохая, спасибо. Андрей, я знаю, что вы коллекционируете монеты. И в преддверии Олимпийской игры в Сочи дарю вам монету. Пусть она вам приносит много удачи, побед и с годами, естественно, дорожает. Спасибо. Ну и Олимпийские игры, это обязательно, конечно же, спорт. Предлагаю прокатиться на лыжах. Попробуем. Сейчас посмотрим, спортивный он или нет. А это он прямо в Сочи, да, на Олимпиаду. Да, да, мы все, пошли. Победу. Очень странный сюрприз. Ну и в чем смысл непонятный? Что вот она хочет этим показать? Ой, ну шапочка с шарфиком, просто прелесть. Спасибо. Забирайте цветочки и послушайте, что мы будем о вас сейчас говорить в своей комнате. Друзья мои, как вам? Девушка, как сюрприз? Я думала, убьет брата. Конечно, ему же не 42 года, ему же 7 годиков. Но, есть одно но, Лариса, не такая она простая, как она хочет казаться. Ух, она совсем не простая. Мы прям все сейчас вам покажем. Ага, ждите. Мы что же не все показываем? Ваня, квартиру в ипотеку мы брать с ней не будем. Ну, лучше так купить. Я тоже так думаю. Ваня, Ваня, как вам? Девушка неплохая, но я думаю, выбор все равно за Андреем. И стоит увидеть следующих. Наконец-то друг слова сказал какое-то свое. Красивая, стройная. Хорошо, в храм она с ним ходить будет? Нет. Как вам? То есть, кроме того, что она иноверка? Я пока оставлю свое мнение при себе. Я бы тоже не могла замуж за иноверца, потому что у меня выцеркленная семья, мы христиане. И, послушайте, почему для мусульмана это страшное грех и наказание события, принять другую веру или взять в жены иноверку? А мы все время мнемся и живемся. Был у меня первый муж. Не мусульмане, ну что. Роза. А что я вот не поняла, сестренка-то, что на шамане ли-то? Со свечкой ходили, головой махалили. Сказала, неплохая девушка. И что я и без этого сказать могу, без свечки? Ну, зато теперь Оля точно может сказать, что она со свечкой стояла. А вот мне, кстати, старуха на хвосте принесла, что героиня ходит в церковь. Лилечка, выйди на секундочку. А как же она мусульманская? А как же она в церковь ходит? Лилечка, вы крещеная, да? Нет. А в церковь, говорите, ходите? Ну, я считаю, что Бог один и не важно, в какой храм. Нет, дорогая моя завершена. Но это, конечно, важно. Вы не любите священнослужителей? Да. То есть я отрицательно... Ну, то есть вообще мне не так и мусульман. Спасибо, до свидания. Уходите в свою комнату. Вы ответили на мой вопрос, да? А Василиса, что у звезды? Я соглашусь с тем, что она не самая простая девушка по внутреннему мироустройству, но в ней есть гигантское достоинство для мужчин. Она может пилить мужчину в мелочах, она может быть достаточно критична в быту, но глобально она мужчине многое прощает. И для нее мужчина это настоящая ценность. Потому что Марс в Раке, в 10 доме, самая высокая, самая фактически сильная планета. Осталось нормального жениха подобрать. Мужчины хотят видеть от женщин такое уважение, такое спокойствие, такое принятие их решений, наверное. Поэтому я бы могла ее рекомендовать. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. И оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Андреев. Встречайте вторую невесту. Хочу, чтобы моя мечта найти свою любовь осуществилась. Поэтому я здесь и появилась. Андрей, когда я все о тебе узнала, поняла, что именно тебя я так долго искала. А зовут меня Татьяна. Ой, моя мечта, привитай к нам скорее. С тобой нам будет веселее. Быстрее. Здравствуйте, дорогие ведущие. Здравствуй, милая. Позвольте, подарите вам этот красивый, вкусный и полезный подарок. Смотрите, она понравилась, кстати. Ну, естественно. С фруктами. А я губы рассказала, думала, нам. А? А смотри, заловка-то будущая. Думала, что это ей. Мы поделимся с вами. Да что ты говоришь? Нет, нет. А меня ты почему не спросил? Сейчас прямо. Ну, здравствуй, милая. С кем пришла? Да, я хочу представить вам своих подруг Нелли и Ирина. Очень приятно. Давайте с нас посмотрим. Татьяна, 42 года. Фрилансер. Занимается оформлением документации на перепланировку помещений. Катается на сноуборде, занимается йогой и любит русскую баню. Гордится своей родословной и мечтает найти мужчину, с которым не страшно встретить старость. После очередной командировки муж честно признал с Татьяне, что полюбил другую. Надеется, что Андрей будет ей предан всегда. Татьяне, а часто муж в командировки-то ездил? Не страшно было его одного-то отпускать? Мой бывший муж военнослужащий. Это, ну, были наряды, этот называется наряды. Командировка была одна, единственная. Можно я ананасик возьму пока? Пожалуйста. Ну, вы рассказываете. Привет. Что вам нравится? Может, какие-то новодящие вопросы? Я так и с вещами поделиться. Сейчас прямо. Сами, в чем душа держит. Уже наладаны, можно сказать, вон розы. Одни остались глаза. Рассказывайте прямо сразу, как он уехал в командировку-то. Я знала, что он уезжает на год. То есть, нет, эта командировка, да, это была на год. Ничего себе. На год? Нет, уезжать, оставлять, я считаю, что нельзя надолго. Значит, я осталась в Москве. Он, ну, это не очень далеко, то есть, на самом деле, на поезде всего ночь. Я приезжала, ну, примерно раз в две недели я приезжала. Нет, на протяжении трех месяцев я, естественно, к мужу приезжала. Нет, все нормально. В этом плане... Знаете, кажут, как у нас хохлы. Самого хорошего мужика больше, чем на две недели отпускать одного нельзя. Так вот, она и держала две недели. Так она же отпустила на год. Да нет, две недели. Да, две недели. Какая была, ну, да. Развищайте. Мы военные, ты же сама из семьи военные. Слушай, ну, семьи на год ездят с женой, если только он не космонавт и не на орбите этот год. Ну, вот он был, прекрасный год. Немножко все, да, из контекста. Просто хотелось немножко вот предысторию объяснить. Ну, вот мужа военнослужащего, мы просто очень много сменили за наши 9 лет совместной жизни гарнизонов. Я вот вообще забеременела в одном месте, родила ребенка в другом. Ну, это ребенка три месяца в третьем. Хорошо, Танюш, давай вот ближе к той истории. Нет, я вот как раз к этой истории и хочу. Я просто и он устал от этих бытовых... 90-е годы, когда военным не платили по полгода. Я тоже знаю жен, которые не поехали за своими лейтенантами-мужьями. А как правило... Да, и они все уже сейчас разведены давно. Мы приняли решение, что я без него, ну, я остаюсь, а он едет. Но это первый раз было за 10 лет, потому что я и беременная. Ужас, я теперь понимаю, почему он будет ушел в другой. Ну, что вы, что вы все время нам разжевываете, мы понимаем. Ну, может быть, я не такая интересная была. Ну, вы знаете, я с ним познакомилась, мне 17 лет. Вот там на сцене вместо сюрприза порвите на голову волосы и скажите, да дрянь я малахольная. Правильно сделал, что ушел. Что вы его прооправдываете? Почему вы все вот это вокруг, эти кружева плетете? И так он увидел девчоночку фабричную. Да, ну, познакомились. Ну, они сейчас 16. Мать-одиночка. Да, у нее ребенок маленький был. Да, влюбился. Вам рассказал сразу про это? Нет, нет. Вот в том-то и дело, что я вначале приезжала раз в две недели, а потом, смотрю, две недели прошло. Ну, я звоню, приехать хочу. Вот не надо в эти выходные. У меня наряд, у меня там еще там что-то. Я приехала и обнаружила в квартире немножко чужие вещи, не свои. Женщина всегда подсознательно чувствует измену. Да, мог сказать, что сослуживица приходила и плохо ей стало с сердцем. Скажите, вы ведь простили его? И какое-то время еще жили вместе? Нет, 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 я вообще, нет, мы уже потом не жили вместе, то есть все, он уже с этой женщиной. Ну, а почему они боролись? Я не то, что там... Он ваш муж, он отец вашего ребенка. Почему, почему у вас вот такая позиция пристеночная? Тань, кто вас так недолюбил, кто вас столько заложил сомнений и столько комплексов? А сколько после было? Так и сейчас у нее пацаны только одни молодые, недолюбил, очень даже себя хорошо любит. Не надо. Она мне укор удаст. Почему потом замуж не вышли? Нет, ну я пытаюсь найти своего мужчину. Ну сколько лет вы уже в свободном полиции? 14 лет. Ух ты, что за 14 лет это перебор. Согласна? Не было желания? Нет, я просто... Нет, у меня есть желание, оно и было. Я просто, ну, пока не встретила. Серьезно, поросль молодая подрастает. Нет, ну, как-то вот так... Чего нет, Тань? Ну, вот как-то вот так не сложилось. Вы молодо очень выглядите, и у вас возлюбленные были моложе вас, да, намного? Ну уж не намного, но... Ну вот вы смотрите, ровесники с Андрюши, он хоть и молодо выглядит, но не будет он вам дедом казаться после молодняка? Нет, ну, во-первых, Андрюшу я выбрала, это он меня видит первый раз. Я-то... Старый корень борозды не портит. Сосредоточьтесь. Да ничем. Как вам сестра, не пугает? Нет, не пугает. Нет, меня не пугает сестра вот прям... Сейчас, подожди, пошаманят. Хорошо, да. Полодец. Конечно. Мне нравится сестра? Ты знаешь, я пока до конца еще не поняла. Нужно с ней поговорить, так-то без камер. Сидите, идите, проверяйте, что там. АПЛОДИСМЕНТЫ На месте? Да. А можно посмотрите, Танюш? Это зуб, что ли? Да. Не мешай. Мой собственный. Пуговка. От сердца оторвала. Не, ну я что хотела, я проверила. Единственное, что меня настораживает, что если чувства уйдут, как с бывшим мужем, то здесь они и расстанутся. Да ладно, она климакс уже будет через год-другой встречаться. Если почему. Уже внуки, и сегодня завтра. А я даже не помеха, а потом с молодыми за нами. Ладно, слышно, Ловка, поделись инвентарем своим. Я тоже пойду, у меня астрал открылся. Как подать? А вот это вот, который маятный у тебя, маятный такой. Пожалуйста. Теперь будет полдовать. Что же на трое-то, венок удел останется. Значит, смотри, вот подумай про своего вот это вот, напротив которой. Да. Значит, а сейчас я скажу, будешь ты с ним, аль не будешь. По височку только не шарахни потихонечку. Она легкая, Лариса. Глянь, как она, посмотри, как шарокается-то прямо оттуда. Ничего не делаю, честное слово. Это что значит? Что крутилось? Да ладно, не делаешь, у кого он трясется. Счастье. Ой, астрал закрылся. Может, ты и Ольгу так это протестируешь? Где там Армен-то ее? Давай, протестируй. Давай, давай, подойди быстренько. Подожди, мы сначала порчу снимем. Хорошо. Ты и порчу? Да. Надо сжигать. Ой, аж меня перекосил. Розу решила всех увеличить от порчи. Э, значит, портал на Армена. Да? Хорошо. Нет, мать. Нет, никак. Портал за... Да, своя вообще не шевелится даже. Просто вот ничего не шевелится. Вот не судьба. Ой, нет. Да, в горы не уеду. Инвентаря нет. С тобой работать надо и работать. Работать и работать. Да. Да. Держа моя, а теперь ваша очередь показать сюрприз. Интересно, что это сюрприз. На что способна. Да? Да. Ну, профессия фрилансер меня настораживает. Так, подожди, подожди, я сама сюда садилась. Раздевайся, Андрюха. Смотрюсь на тебя во всей красе. Так, садитесь. Так, парочек. Браво. Какой прекрасный сюрприз, дорогая моя. Андрюша, идите к нам. Спасибо, Танюш. Проходите в комнату. Ну-ка, Тань, колокольчик тебе понравился в живьем. Мне кажется, это очень красивее. Ну что, сестренка, растопила Танюха ваше холодное сердце своей горячей баней? Очень. Боюсь, так же она будет и с другими топить баню. Почему? Ну, неплохая, да, но боюсь, что... Может, и... На пятом десятке? Как сможем, на год, и все, и до свидания. Там разведутся. Нет, ну ладно уж, Таня, Оля, все делают ошибки по молодости. У нее уже ребенку 20 лет, она уже, я говорю, бабушка не сегодня-завтра может стать. Смотри, она какая боится, она тебя тоже. Да, смотри, она как... Понимает, что места ты можешь в доме не хватить для нее. Мне кажется, она слишком старовата уже для Андрея, ему надо что-то помоложе. Вот они мужчины. Ну, гляньте, да, уговаривай, не уговаривай. Но в любом случае решение принимать Андрею. А я не старовата? А как вам? Хорошая девочка. Надо ближе пообщаться по ней другую. Если у нее будет терпение, то, может быть, мы и уживемся. А вот она кой? Назовите хоть одну причину, чтобы мы вот в этом таком возрасте вас терпели. Вот что, мало терпели, что ли? Мне очень понравилась Татьяна, я прямо ее вижу рядом с вами, возраст не смущает. Она молодая, она оптимистка, она очень, ну такая, уживчивая, уживчивая, потому что в вашу семью попасть человеку будет сложно адаптироваться. Она сможет. Сестра, смотри, она беспокоилась, потому что там лицо уже потеряла бедное, она понимает, что все, брат-то уплывает. Послушайте, она свободна сегодня от забот о маленьких детках, потому что взять женщину с маленькими детьми, вы понимаете, что вам их воспитывать, вам их тащить нужно. А здесь уже все, вы можете жить для себя. Он, по-моему, просто уже запал полностью. Прекрасный вариант, но совершенно не такой мягкий, каким здесь показалось. Она родилась на неделю позже вас всего, поэтому день рождения можете вполне праздновать вместе. Это неплохо. Да, вы друг на друга похожи. Я не имею в виду внешне, физически, хотя тоже можно проследить определенное сходство. Но я считаю, что это тот случай, когда сходство в паре не вредит. Слушай, вы родились с ним в неделю разница? Да, я знала. Ничего себе. Но она не очень внешне похожа на ваш любимый тип женщины. Вот это единственное, что. Поэтому я полагаю, что она могла не вызвать какой-то волны страсти сразу. Но вам же не 17 лет. Может быть, эта волна страсти потом появится. Таня, я уже почти прям-таки не сомневаюсь, куда он придет. Я предлагаю Андрею встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет, Андрей. Ну, где же ты был? Ну, обними меня скорее. Надеюсь, что мы с тобой подойдем друг к другу и вместе в обнимку зашагаем по жизни. Это маленький тебе подарок. Спасибо. Спасибо. Здесь стихами сегодня все, правда, у всех приветствуют. Обычно как-то вот, ну, там, вот туда и раз. Мы такие, да, оказались. А сегодня вот такие девушки. Я хотела подарить вам маленькие тоже сладкие подарки в соответствии с вашими знаками зодиака. Очень приятно. Это для Розы. Для Ларисы и для Василисы. Спасибо. С кем вы? Я пришла со своей подругой Екатериной и со своей дочерью Анастасией. Очень приятно. Давай с вас посмотрим. Елена, 40 лет. Работает администратором в иностранной школе. Увлекается психологией, занимается танцами, фитнесом и любит путешествовать. Признается, что в сложных жизненных ситуациях обращается за помощью к экстрасенсу. Мечтает жить с семьей на берегу моря. Елена много лет замалчивала обиды на мужа в надежде сохранить семью. Но после одного откровенного разговора с ним поняла, что отношения обречены. Надеется, что с Андреем она станет счастливой. Леночка, а зачем стоило столько лет замалчивать и копить в себе обиду? Почему не сели, не выяснили отношения и зажили бы дальше счастливо? Дело в том, что обида, наверное, не копилась. Она нарастала по нарастающей, из измены в измену. И, опять же таки, у меня двое детей. Вы еще знали, да, что он изменяет? Да, он не признался об этом. Посмотрите, первый раз он вам признался о том, что изменил? Через месяц после свадьбы. Может быть, так достойно принять какое-то решение? Вы знаете, как собаки, один раз же хвост отрубают. Естественно, но я, наверное, еще слишком была молодая и неопытна. Мы начали встречаться с 18 лет. Тоже та самая проклятая командировка, как у предыдущей невесты? Все верно. Командировка, потом улики определенные и, соответственно, признание в измене. Кто однажды изменил, изменит снова. А как вот после этого мужчину, не знаю, кормили, так же с ним продолжали общаться, спать с ним ложились? Пыталась простить. Леночка, а он вам сам как объяснял? Он объяснял? Как он вам вымаливал про прощение? Или он видит, знаете, если женщина прощает, и дальше живет, как ни в чем не бывало, и вы сам ему таким образом давали зеленый свет? Он говорил, что это было чувство любопытства. Но вы сами развратили своего мужа, вы понимаете, да? Естественно, абсолютно точно. Это, наверное, надо было прекратить намного раньше, но на самом деле я ему очень благодарна, что так произошло в моей жизни, поскольку это дало мне такой толчок для дальнейшего развития самой себя, наверное. Но он же неплохо зарабатывал. Он хорошо зарабатывал. Если муж хорошо зарабатывал, смысл сходу все рубить, если она живет хорошо? Вы сейчас какие требования предъявляете с материальной точки зрения? Вот мне нравится, когда вот есть конкретика, вы говорите, 300 тысяч, и все. Я считаю, что... Правильно? Правильно. Естественно. Но в этом возрасте, наверное, мужчина, состоявшийся, как минимум зарабатывает... А вот как вы считаете, что страшнее? Вот как наша предыдущая один раз выяснила отношения с мужем, поняла, что разлюбила, что быт разъел, изменил, да, и смирилась с этими. Или вот так, как у вас, жить с экспериментатором? Вы знаете, наверное, как у меня, я думаю. Потому что у меня затянулось на огромное количество лет. Сколько? На сколько? На 15 лет. Двоих детей успели родить за это время? А вы бы, если бы он не ушел и дальше бы, закрывали глаза? Честно. Он же сделал, да, первый шаг? Он сделал первый шаг. Не знаю. Он ушел к женщине? Да, он ушел к женщине. А расскажите эту ситуацию, вот когда вы ему задали вопрос. В определенный момент он стал очень холоден. И я задала ему вопрос, что происходит... То есть он перестал с вами спать? Да, в том числе. Что происходит, на тот момент он мне сказал, я хочу уйти. Я ночь, наверное, думала, переживала, плакала. Потом я приняла решение, что если человек хочет, его ничем не удержишь. Вы и так его 15 лет держали всем, чем могли. А тут поняли, что все. Ну, с другой стороны, 5 лет я сейчас нахожусь одна. Скажите, Ленусь, а вам не хотелось самой вот ему рогов наставить? У вас все тяжкие. Правильно, отомстила, легче. А у вас уже своя квартира? Да, у меня своя квартира. А большая у вас? Ну, не, очень двухкомнатная. На территорию мужа хотите переехать, правильно я поняла? Да, конечно. А как это у вас получится? Ну, я предполагаю, что мужчина, с которым я познакомлюсь, имеет свою жилплощадь. Значит, 300 тысяч он зарабатывает, плюс ваша жилплощадь. Ну, Лен, ну, тогда у нас тут пролет. 11 лет, вы дочку с собой ведь возьмете. Ну, конечно. Ну, боже мой. Она, я себе большого мнения. Как он на нее смотрит интересно? Нет, ну... Ну, жизненного опыта у нее совершенно не хватает. Как вас, Леночка, не пугает перспектива породниться с Ольгой? Нет. А можно я вас попрошу, вы мне нарисуете? Конечно. А что он... Цветок? Нарисуйте. Любой? Любой, какой хотите. Оль. Да. Я по вашим губам прочитала, когда Лена рассказывала свою историю, и на мой вопрос, не хотела ли она во все тяжкие, после того, как узнала, что муж изменяет, вы так губами сказали «врет». Я прочитала. Врет? Ну, скажем так, не договаривает. То есть вы считаете, что она своему мужу тоже в отместку, да? Очень сильный, властный человек. Властный? Очень властный. Я власти совсем не увидела. Если бы была властная, закрутила бы мужу так, педали прикрутила. Он бы шага не делал. Ну, может, и пережала. Может, перекрутила? Пожалуйста. Ну, а вот у меня к Андрюше вопрос. Андрюшин, как мы? Ну, у нас, ну, не 300 тысяч, понятно? А дайте я тоже цветок нарисую. Будем стимулировать так. Ради женщины. Я думаю, что любой мужчина, если он выставлять правильно, может заработать тебе 300 и 500. Ну, у нас съемная квартира. Поедем на съемную. На съемную поедем. Почему нет? А я хочу на сюрприз посмотреть. Хорошо. Андрей, я предлагаю тебе совершить любовный ритуал. Возьмем для начала белый цвет. И начнем все с чистого листа. Затем добавим немножко туда страсти и огня. В воду? Все оригинальные чудесные сюрпризы. А что же будет со страстью и огнем-то, когда они в воду попадут? Моя стихия – это вода. Твоя стихия – это земля. Поэтому я тебе предлагаю полить это дерево и вырастить наши с тобой новые отношения, в которых обязательно будет взаимопонимание, любовь, финансовое благосостояние, уважение друг к другу. И, собственно, вот это вот дерево счастья – это мой тебе подарок. Спасибо большое. Девочки, проходите со своей мамой, подругой, цветочки, не забудьте в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Здорово! Венок, ну ты супер вообще! Ну что скажете, Иван? Как вам невеста? Ну, мне невеста понравилась. Мне кажется, у них с Андреем очень много общих интересов. Но в любом случае, это вот решать Андрею. Что, что, милая, что, Олечка, что не так? Не разбираются в нас? Нет, конечно. Что вы увидели? А вы запросы не видите какие? Ну, нормальные запросы. 300 тысяч? Это вам озвучено было? Да, почему нет? Наверное, правильно. Да, да, да. Их больше большие зарплаты, чем маленькие. Что квартиру она захочет снимать где-нибудь не в деревне Кукуева, а в пределах Садового кольца. Согласна. Ну, и что там цветочек? Девочка неплохая по характеру, добрая, да, но очень амбициозная, очень. То есть, я говорю, запросы большие. Боюсь, что он ее по запросам не потянет. А у меня там я тоже цветочек нарисовала. Вы хотите спросить, какие у вас запросы? Да. Ну, у вас поскромней. Что вы увидели в невесте? Хорошее, доброе, но я оставлю дальше свое мнение при себе. Мне понравилась Елена. Я по поводу запросов, ну, как-то не очень, думаю, мне кажется, она так ляпнула по поводу 300 тысяч. Но это нужно, я не знаю, кто сейчас зарабатывает такие деньги. Это очень многое. Меня можно зарабатывать 300 тысяч. Ну, что же такое? Для Москвы это нереально. Она любит коммуникабельных. Для нее мужчина должен быть достаточно развитым, с внутренней динамикой определенной. То есть, нужно уметь говорить. Я боюсь, что наш жених тут немножко спасовал, потому что сидел закрытым. Нет, я, мастер слова, я как раз люблю переговоры каждый день, и мне уговорить человека не имеет. Но сегодня, к сожалению, никак вы, как явный переговорщик, не засветились. Лен, тебе понравился? Да, мне понравился. Андрей, понравился. А вы знаете, а я бы рекомендовала Леночку. Вот хороший стимул. Глядишь, у вас и квартира уже скоро в Москве будет. А если грышка появится, ну, ничего, сейчас у нас медицина хорошая. А что, надо стараться. А как вы хотели? Я за нее хороший стимул. Главное, чтобы геморрой не вылез. Кому же сегодня улыбнется судьба, и кого выберет жених? А давайте вместе подождем, и очень скоро узнаем об этом. Ольга, ну, мимо вас сегодня муха не пролетит, поэтому вы-то скажете точно, кто подходит Андрюше. А вот, Иван, вы как друг? Кто же такой сидите рядом с Ольгой? Я бы порекомендовал Елену, потому что у них очень много, на мой взгляд, схожих интересов. И они могли бы вполне дополнить друг друга. А ты выйдешь за него, если он зайдет? Да, я бы вышла за него. Я бы посмотрела с ним и пообщалась бы с ним еще поближе. А что вы как ясновидящие-то разглядели, чего мы не увидели? По характеру. Вот ему больше подходит вот именно Татьяна. Ты за ним выйдешь, если он придет? Да, выйду. Ну, посмотрим, будем ждать. Роза? Я за Леночку. Я считаю, что семья должна обогатеть, а стимулом всегда является жена. Так что Лена прямо здесь будет классической. Если вы будете продолжать сестру любить так же пылко и так же ей доверять, но заживете своим умом и умом своей жены, тогда Елена. Если будете в одной связке с Ольгой, то Татьяна. Я могу сказать, что больше всех по темпераменту, по складу вам подошла бы Лилия. Для меня сейчас страшнее, что меня выберут, чем я не выберут. Я вижу, что вы в нетерпении выбор свой сделали, поэтому мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Диона, 26 лет, номер 2929. Фотомодель в жанре ню. Мастер спорта по спортивной гимнастике. Обещает, что ее будущему избраннику никогда не будет с ней скучно. Мечтает встретить надежного молодого человека, который будет потакать ее капризом и радовать каждый день. Яна, 27 лет, номер 2930. Художник, любит ролики, спорт, театр и хорошее кино. Мечтает стать звездой современного искусства и купить большой дом родителям. Познакомится с решительным и надежным мужчиной, который будет о ней заботиться. Мы не знаем, выйдет Андрей один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. Проходите, проходите. У нас есть пара Андрей и Татьяна. Пусть в вашем союзе царят гармония и красота. Подарок от нашего спонсора антивозрастная косметика Дориан Джи с частицами золота. Дориан Джи, ваша красота, чистое золото. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс имени Герой на номер 4151. А я, Лариса Бизеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Я влюбилась в человека. У меня идеал мужчины подходил под него. Она говорит, хочешь приехать посмотреть своего сына, в смысле какого-то сына. У меня очень активная компания с хорошим чувством юмора. А нравственность никто не отменял. И сцены ее же все забыли. Женщина была исключительно положительных качеств, и я потом впоследствии жалел об этом. Я сажусь с ума, мне мало, 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 мне мало, 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 всегда... Мужская и женская антивозрастная косметика с частицами золота. Дэрян Джи. Ваша красота – чистое золото. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова